привет привет друзья часть 2 вас приветствуют наши будни в парагвае прошло полдня мы отоспались замученные уставшие вчера пришли только смогли принять душ немножко перекусить и спать очень еще уставшие замученная но с утра мне надо было столько сделать работы потому что помидоры остались ящик только для нас и мне надо было хорошо потрудиться я вам сейчас покажу что этом доме с ними делаю это вот гуанабана еще спит это мы теперь все снова прячем у нас теперь же еще одна кнопуля уже начала таскать вовсе помимо помидор мы вот купили еще ящик ананасов 18 штук володя посчитал получается на рублей где-то примерно 25-30 рублей вот такой ананас эти ананасы парагвайские они маленькие вот видите на ладошке у меня умещается но они очень сладкие вкусные если помнит аленка мы когда были первый раз в отпуске здесь 2000 на восьмом году мы привозили и они сразу поняли что это не из магазина вот один только чуть-чуть так вот даже не потек немножко мягкий а так все прекрасные все хорошие вот володя сторговался за такую цену просил по 65 кстати помидоры ящик шестьдесят пять тысяч и еще алексей купил себе ящик банан ну такие с горой тоже 65 тысяч я щит так что вот одинаково получается ящик помидор и ящик бананов так вроде рассказала вам все сейчас покажу в доме что я перерабатываю и как я а и что я еще купил вот они у меня сначала тушатся потому что надо было сразу немножко сок мы не убавить с них но ничего они хорошо потушатся и потом немножко их поджарить сначала пожарил лук потом добавил туда помидор мы так часто делали на кубани очень вкусно потом добавлю сюда конечно и соли перец и все и в баночке закатаю вот еще вот это потом добавлю еще немножко у него мистилась и вот отлила томатные потом его закипячу и получится очень даже хорошо кстати примерно володя сказал 22 килограмма примерно было помидор и он посчитал здесь они стоят где-то 9 10 тысяч килограмм помидор а мы купили за получается за три тысячи вот что еще осталось от помидор вот немножко осталось еще и я забила где смогла весь холодильник помидорками вот еще на салат вот вот там тоже помидоры у еще надо манго тоже скушать и там еще одно манго но у меня же сегодня будет сок ананасовый вот еще три апельсина добавлю и будет прекрасный сок для похудения вот надо еще листики в семье обработать но уставшая некогда дома что творится непонятно так вот еще не показала это алексей на просто так придурил их потому что мы не любим банана но они кстати оказались очень даже вкусно мы с таким удовольствием их попробовали прям чудесные ну и это конечно я купил яблоки и груши как же без них так эти две шоколадки где-то чуть больше булочки хлеба не стоит мне так нравится такой пористый это друзья оказались как наши русские сушки ой какие вкусные это такой щербет или как назвать иногда когда мы выезжаем я беру и так иногда с чаем хочется вот такую сгущенку мы взяли мы такой ни разу не брали большую алексей посоветовал говорит дешевле чем такие маленькие но вот решили взять так теперь про сосиски мы вчера взяли сосиски для ужина немножко в магазине но я их не смогла есть на что я не капризная я практически ем все но они как резина из чего они сделаны неизвестно я сказала все там еще штуки 4 есть надо творить все это сделать собачкам теперь я вам расскажу интересное про эту куфочку про баночку когда мы стояли на кассе нам пробивали пробивали он потом счета взял эту банку пошел на какой-то другую кассу что-то там пикал-пикал у него не получается он там а я не поняла что смотрю крышка откручивает я ему говорю чё капота сеньор он мне тогда показывает вот так вот перевернутую крышку и показывает на дверь что мол вот чтобы она там пикает если кто-то сворует вот такой здесь парагвай вот этот вот номер или как штрих-код вот так они его оказывается прячет и тот кто не знает может магазине попасться вот так вчера у нас была такая интересная смешная история для нас много я вчера не смогла найти то что я хотела ну то что было то взяли купили туалетную бумагу друзья первый раз парагвай за 10 лет даже за одиннадцатый год мы купили туалетную бумагу потому что у нас все это было в контейнере и жалко что то что у нас все оставалось мы распродали немецкую а теперь вот берем парагвайскую которая конечно по качеству гораздо уступает это я взяла такую вот липучку мне понравилось и недорого думаю а на поделки это вот у нас потерялась эти таблетки есть а куда делась вот это электрозетка неизвестно купили на что комары атаковали вот здесь не та краска которую я хотела но купила вот эту на пробу так мыло мою любимое правда не было настоящего немножко чуть-чуть другое глицериновое я обычно беру самое простое просто запахом травки но вот только такая и все остальное все для поделок этот спрей под золото но мне не очень особо понравился но все-таки взяла это если разбавлять акриловой краски мнение такого колора это я взяла шпаклевку которую я делаю в вазы свои вот кстати вазочка стоит она очередная вот две стороны покрасила две еще ждут вот у меня есть такая шпаклевка но посмотрите на какая маленькая и мы отдали здесь 18 тысяч за нее но она немножко конечно лучше качество вот это вот у меня поделка очередная незаконченная практически они одинаковые мне без разницы но зато вот эта банка в два раза больше если не в три раза и стоит всего 13000 вот я ее взяла а вот эта баночка это золотая краска под золото цвет вот я ее взяла потому что он сказал можно на картон на все и есть такая идея может быть эту вот вазу свою новую я сделаю немножко под золото потому что белое есть черное есть так какая серебряная есть лишь надо чтобы была золотая когда я буду дома заниматься там очередная поделка уже у меня подклеена кое-что в общем надо сначала друзья у меня помидоры помидоры остальное все потом ну вроде бы все вам друзья рассказала как мы съездили все хорошо все замечательно добрались хорошо после того как мы проехали вела реку половина пути уже больше здесь нигде ни у кого не было не ходили в масках уже мы спокойненько везде отдыхали так что лучше сидеть дома для меня здесь тихо спокойно после после этого сенсионы мне кажется что это рай это сказка мне было так тяжело так плохо голова болела спать и спать хочу но работы много некогда отсыпаться кому интересно поехали дальше вот буду добавлять чеснок помидоры вот здесь паприка это такая соль просто здесь черный перчик и вот я уже все смешала только отдельно сделаю томат кстати я сейчас покажу вот такая вот здесь продается соль с чесноком здесь вот это лук с чесноком и зелень а здесь лук чеснок и паприка ну вот я решила добавить вот так и все получится почему я переработала помидоры вы конечно догадались я по-моему не сказала конечно мы пока довезли жара и пекло и еще они ночь простояли и конечно вот такая картина получилась так что теперь будем знать надо покупать когда ближе подъезжаешь или же брать конечно поменьше и тут волоси со второго дома с нашего что мы смотрим уже это хурма хорошо подошла замечательно так что все прекрасно ну и вот мой процесс 3 взяла я ананаса вот сейчас я их дорежу вот так почищу это буду просто сок добавлять сюда в этот графинчик вот сейчас блендером потом я делаю на ситечки и делаю ее в этот бокал господи как же его назвать графин и вот то что отделяется перемешаю и снова процежу потому что все равно же водой разбавлять так что сделаем вот так но потом посмотрим сколько получится все витамины готовы кстати хорошо манго отошли теперь пошли вот бананы пошли пошли цитрусовые ананасы но ананасов конечно мало в колонии потому что вы знаете да не на деревьях не растут их надо выращивать выращиваете это тяжело долго когда урожай когда не урожай и поэтому приходится покупать но все равно они хорошие тоже наши парагвайске вот вроде бы теперь ничего не забыла вам рассказать ой дорогие женщины у вас тоже так всегда уже такую же кучу я перемыла и вот еще осталось и что я сделала вот еще сковородку мыть нам еще кастрюльку только потушила помидоры и сделала сок вот получились такие три баночки еще горячие вот надо их сейчас поставить на пол пусть остынут порезала колбаску сейчас понесу посмотри будут ли кушать собачки и вот столько у меня получилось перелила в баклажку потому что место то нет холодильнике сейчас понесу в контейнер там холодильник хороший а это вот оставила вот это вот клетчатку все немножко постоит потом может быть просто такой легкий легкую такую нежную с ароматом водичку попить вот так друзья здесь парагвай работа не видно а время уходит и стоишь и стоишь у этой плиты и у этой мойки зато в германии было хорошо купил потом все выкинул в пластиковые пластик пластику папир бумагу бумаги все володя когда уходил на работу всегда брал эти кулички выйдет раз раз по контейнерам раскидает сел в машину и поехал и все дела а теперь вот что кстати вот сейчас попалась на глаза водичку налила и то что я вам говорила вот оно дерево что эти пусы коралловые вот они как раз от ветра посыпались и вот уже три или четыре у меня проклюнулись их потом куда-то пересадить и сделать такие маленькие саженцы пусть сначала при привьются и все будет хорошо кстати как я довольна что купила вот это этот блендер как я без него раньше жила как без рук вот он у меня еще не помытый все что угодно я им делаю такая красота друзья а то у меня был такой просто такой вот высокий как стерженек и был миксер и все а теперь все подряд и кофе и печенье и все на свете ну все пойду размещать все по местам а сейчас проверю будут ли собачки кушать эту колбасу волны орешки принес наверное последний уже с контейнера все надо будет потом где-то покупать заказывать для попугаев хотя в этом году не урожай говорит орех дорогой да 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 сейчас я проверю ну-ка идите но за обе щеки все лопают эту сосиску эту колбаску хорошо хоть и рыжика нет а то он сейчас тут все успел и комбику сейчас володю ругаться будет скажет их тут кормишь и у тебя потом будет полно муравьев а он тут как раз рядом стоит кормаш тут с кормами возится давайте быстрейте лопайте скорее 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 они едят эти соевые сосиски едят галимая соя вон вон еще лиска давай находи скорее 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 куда стоп слоник это рэта татата и никак и никак ну вот там кусочек лежит только кто самый шустрый кто унюхает ну ну не туда здесь отходы и все-таки рыжику один перепал но это хорошо правильно рыжик по честному хотела сказать еще большое спасибо алексею молодец он возил во все магазины не капризничал все сам подсказывал с таким интересом все это делал сам решил отвезти нас чтобы показать нам набережно сенсиона подсказывал где что лучше мне снимать не торопился домой хотя знал что приедем уже поздно ехать по темному но никаких проблем не было в любой магазин где мы только не заезжали останавливал у каждой аптеки уже аптеки были закрыты приходилось стучать но они ночные просто они закрыты стучать пока откроют пока ищут я все искала селен но четыре аптеки проехала так и не нашли так что спасибо огромное алексею умница он хорошо цена от этого не меняется но в любой магазин любой как говорится каприз так что прекрасные хорошие люди у нас живут в колонии кто желает приезжайте в гости ждем но все друзья вроде вам все показала рассказала вышла на улицу закончить это видео тут у полосе все трудится валуя после чего этот ящик от чего а кукуруза от кукуруза он наш лори сидит лори ой привет марусь привет да здесь володя твой вон он все трудится и трудится эти тут балуются да конечно ну все друзья я рада что несмотря на то что уставший замученный смогла вам все показать все рассказать что он привет да вот в ой правда извините вот я забыла даже волос сам догадался что надо поздороваться да привет привет все рассказала вам единственное что я забыла сейчас мне володя подсказал значит да за документы мы отдали в посольстве 80 долларов дорога у нас обошлась 120 евро и плюс там покушали там мороженое то да сё ну где-то 150 евро и 80 долларов но покупки это уже с пользой для дела единственное что осталось нам это отправить теперь документы в россию потому что мы так и не смогли найти почту правда алексей видно неправильно нам рассказал это не главная почта она видно главная почта может быть по посылкам какой-то сборный пункт ну конечно это было не сказали приваты там а еще приваты вот это еще как заказывается еще и приватку в одинской америки только понятно но у нас есть еще один вариант у нас вот мужчина где-то в марте должен выезжать вылетать в россию и даже наверное будет еще лучше он прям по россии отправят эти письма заказным и я думаю они прекрасно дойдут все замечательно да и красотульки наши ну вот вроде бы все ничего не забыла да вот про рыжика ты на что вчера напугал вечером мы приезжаем он его нет у нас не встречает а ты что-то покусаны ну-ка покажи да ой володя его надо это внутри у него там видно червя на нас сейчас побрызгать сейчас я его поймаю и его не было дома я только пришел сегодня утром мы думали что он потерялся потом вспомнили ты говнячок тебе год исполнился и пошел шарахаться все гуляка наш а это малявочка была дома и потом уже жуля вышла так прямо первый раз наверно так стал прям разговаривать что-то рассказывает рассказывает и потом пошла за дом спать дальше все я уже освободила ананасы на террасе ну все друзья на этом я заканчиваю всего вам доброго будьте здоровы до следующих встреч а а и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»